Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня у нас 13 марта 2022 года, воскресенье. Время 8 часов 15 минут, за бортом ровно 0 градусов, и я вещаю вам из Одессы. И сейчас, в общем-то, расскажу вам о том, как мы пережили эту ночь и что планируем делать сегодня. Ну, во-первых, в Одессе потеплело, потому что вчера вот в это время было минус 5, что уже не может не радовать. Так, проезжаем заправку, здесь только дизель, это Алькорно-Марсельской, 35 гривен, 87 копеек, есть только дизель. Посмотрим, сейчас там дальше еще будет око. Сирена ночью была, и вот сейчас я шел за машиной, тоже так достаточно громко гудела сирена. Машин на самом деле немного еще, и людей немного. Мы сейчас встречаемся с нашей командой на рынке, будем сейчас тариться. Мы частично вчера сделали закупку и отвезли ребятам на Таирово, они сегодня начнут развозить. Сейчас мы им еще довезем мясо, докупим. Вот, и сейчас затарим остальные направления, и точно так же будем сегодня развозить. Так, что здесь? Здесь у нас око, это заболотного Семена Полия, значит, 35,95 дизель и 47 гривен 95. Бензин очень сильно дорожал, подорожал, я в пятницу тоже заправился до полного бака, потому что, ну, мы приехали, посмотрели, что бензин по 47 гривен. Ну, решили заправиться до полного, потому что что будет дальше и по чем он будет дальше, неизвестно. Ну, и на заправках ребята шутят, что скоро придется менять машину на дизель, потом на газ. А я говорю, а потом еще, наверное, придется покупать велосипед, и слава богу, скоро зима, ой, весна. Итак, мы вчера запустили первый день горячие комплексные обеды по адресу Торговая 51, это торговая, угол Старопорта Франковской, кафе Ким называется, Ким Кафе. Сегодня мы продолжим кормить людей всем, кому надо, всем, кому вы можете передать эту информацию, нуждающимся людям с 12.30 до 14.00. Мы будем там кормить, ну, там будет формироваться сразу пакет, там первое, второе, хлеб, то есть сразу можно брать, кушать. Мы будем раздавать с собой пакеты, но вчера было пару человек, которые, в общем-то, пришли, говорят, ну, нам негде жить и негде кушать, и там они в кафе тоже поели. То есть, ну, вообще будем как бы раздавать с собой на вынос. Но кто захочет, сможет поесть, конечно же, в кафе на месте. Значит, мы вчера раздали чуть больше 40 порций, я думаю, что сегодня будет больше, потому что, ну, по-любому, знаете, как сарафанное радио работает, людская молва и так далее. В общем, посмотрим. Я сейчас встречаюсь с руководителем кафе, и мы сейчас, в первую очередь, делаем закупку на кафе. Он везет, они начнут готовить, ребята там. Кстати, ребята позитивные, вы просто молодцы, все молодые, но настолько позитивные, это супер просто. Я вчера вдохновился, общаясь с вами. Итак, кстати, по помощи, по помощи тех, кто хочет оказать помощь. Ребят, опять-таки, торговая 51, одесситы, кто готов просто принести какие-то продукты, опять-таки, приносите, мы из них же и будем готовить тут же. Вот. По поводу тому, кому нужна помощь, давайте я тоже расскажу еще один очень важный момент. Мы общаемся со всеми вами в Инстаграм. Почему? Потому что в Инстаграм есть личные сообщения. То есть в Инстаграм можно написать, переписываться, оставить свои координаты, рассказать о себе и так далее. Чего не нужно делать вот здесь, под этим видео, в комментариях. То есть здесь вы можете просто написать общие какие-то комментарии, но если вы нуждаетесь в помощи, то пишите, пожалуйста, в Инстаграм. Под каждым моим видео есть ссылка на мой Инстаграм. В первом закрепленном комментарии под каждым видео есть ссылка на мой Инстаграм. Пишите мне туда. Иногда мне пишут, ну вот мы не знаем, не пользуемся. Ну найдите такую возможность, кого-то попросите, установите себе Инстаграм. Ну каким-то образом сделайте это, потому что это даже элементарная безопасность, в первую очередь ваша, потому что я читаю комментарии под видео, я очень редко на них отвечаю, но я на самом деле их читаю. Вот, отвечаю крайне редко сейчас, потому что на самом деле не хватает времени. Мы по состоянию на сегодняшнее утро обработали все ваши просьбы, все ваши заявки о помощи. И сейчас как раз вот формируются доставки, куда мы будем везти, в каком направлении и так далее. Я уже подъехал на рынок. Сейчас мы тут встречаемся с ребятами. Для тех, кто готов и хочет оказать нам любую поддержку, абсолютно любую, тоже пишите мне в Инстаграм. Вот. И мы благодарны любой поддержке. Кстати, сегодня мне с утра, в 7 утра позвонил один мой знакомый. Я, честно говоря, вообще от него даже не ожидал, потому что в той другой жизни, которая была до 24 февраля, он себя проявлял, скажем так, не очень человечно. Сегодня он позвонил, говорит, Сань. Я, кстати, думал, что он уехал. Опять-таки не называю, потому что человек и просил его не называть. И, в общем-то, большинство людей, которые оказывают помощь, 99,9% в общем-то просят, чтобы эта помощь была инкогнито, чтобы их никак не афишировать. И он подъехал ко мне и оказал помощь, за что тоже огромное спасибо. И еще раз говорю, что вот в такое время как раз и проявляются люди. То есть в такое время можно узнать ху из ху, как говорится. Вот. Я приехал на рынок. Наверное, сейчас не буду больше ничего рассказывать. Это утреннее видео для тех моих зрителей, для тех моих друзей, которые ждут мои видео. Вы мне пишите, что ждем видео как воздуха, потому что Саныч вышел в эфир, значит, все хорошо, значит, Одесса живет. Таки да, друзья, таки да. У нас ситуация стабильная. Давайте, может быть, проедемся, раз мы уже приехали, давайте узнаем цены сейчас, что почем. Мы вчера узнавали, кстати, о том, как прошел первый день, где-то тут мои ребята должны стоять, о том, как прошел первый день вчера, открытие, как мы раздавали бесплатные обеды комплексные. Посмотрите предыдущее видео, там большое видео, достаточно душевное получилось. Давайте будем смотреть, что почем. Доброе утро, почем сегодня картошка? 10 самая мелкая, да? И 14 это? А что за сорт? Я понял, скорее всего, Белорус. Так, картошка, ну, мелкая, скажем так, ну, пойдет 10 гривен и крупная 14. Мы вчера брали 12, 13, но мы торгуемся, но у меня тут есть уже продавцы, я к ним, конечно, подойду, они мне как минимум дадут хорошую. Вот, ну, разбег цен понятен. Так, давайте, ну, еще вот здесь вот спросим, тоже, чтобы было, чтобы было. Доброе утро, лук почем сегодня? 20. А картошка почем? А 13 что за сорт? Лимонка 14, а та почем? А что за сорт? Ага, мелкая 12. Спасибо. Ну, вот так. В принципе, цена плюс-минус такая же, хотя мне кажется, что вчера было чуть-чуть дешевле, но нужно торговаться и нужно смотреть еще на картошку, чтобы сейчас не взять мерзлую, потому что несколько дней были морозы, и вполне возможно, что она могла прихватиться. Друзья, я буду выходить сегодня еще в эфир, я буду сегодня с 12.30 до 14.00 на торговой 51, там, где мы будем кормить людей, поэтому, кто хочет со мной встретиться, увидится, приходите. Вот. Кому нужны горячие обеды, приходите, мы накормим. Вот. Кто готов оказать любую посильную помощь, тоже приносите прямо на торговую 51. Вот. Либо пишите мне в Инстаграм, если вы не из Одессы, не из Украины, потому что мы общаемся сейчас со всем миром. Вот. И очень-очень много звонков, очень-очень много поддержки, и на самом деле это тоже нас вдохновляет. Друзья, будем делать закупки. Всем мирного неба, добра, любви и счастья, и сегодня еще увидимся. Пока. Субтитры делал DimaTorzok